Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. Сейчас я нахожусь в префектуре Чиба на таком мосту специальном для пешеходов, который перекинут через бухту в море, в заливе. Здесь вот, вы можете видеть, идет достаточно далеко. И тут я вам покажу, потому что здесь есть несколько очень интересных моментов. Во-первых, вы видите, впереди там такие из воды торчат колышки. Это бамбук торчит и показывает, что в эту область нельзя заезжать, заплывать, вернее, кораблям, потому что там очень мелко, чтобы они не сели на мель. Далее же, сейчас вот мы здесь пойдем, в другую сторону покажу. Ну, во-первых, корабли стоят, это все видно, потому что здесь все-таки... Залив такой, бухта. Здесь и промышленные всякие корабли, и просто раболовецкие суда. Даже частные корабли есть. Всякие яхты, лодки. Ну, помимо этого, вы можете видеть здание с такими синими крышами. Это на самом деле база сил самообороны Японии. И вот вы можете слышать вертолеты, самолеты летают. Ну, сейчас самолет слышно, но до этого здесь летало очень много вертолетов. Я насчитал 8 штук. Дело в том, что сегодня учения вертолетные у сил самообороны, поэтому их было очень много. Апач летал, разные грузовые вертолеты летали. Спереди это все префектура Чиба. Вон там вы тоже можете видеть разные здания. Правда, я не знаю, для чего тут часть нужна. То есть, как бы, я не прошарен в этом всем деле. Я просто знаю, что вот где находится база. Вот я могу даже ее немного приблизить, кому интересно. Конечно, обычный человек туда не войдет. Ну, вот это вот все, что начиная от синих крыш и направо. Вот дальше там тоже дома стоят. Вот такие небольшая высотка. Там может быть сколько отсюда не видно. Может, этажей 7. Это тоже все относится к базе сил самообороны. Внизу вот люди ловят рыбу спокойно. Вода достаточно чистая, насколько отсюда можно увидеть. Разбитая лодка стоит. Очень здесь красиво. Правда, сегодня немного пасмурно. Но давайте немного пройдемся по мосту и посмотрим, что там с другой стороны. Потому что туда я еще не ходил. Я как бы пришел сюда и решил сразу записать видео. В принципе, я пошел сюда специально, чтобы записать видео. Ну, конечно, очень красиво внешне выглядят. Особенно корабли. В Москве такого не увидишь. Конечно, в других городах каких-нибудь портовых. Там может быть где-нибудь в Крыму и еще где-нибудь. Я думаю, такое спокойно можно увидеть. Но в обычных городах, типа Москвы или там какого-нибудь Новгорода, такое не увидеть. Самолеты летают. Видно, я думаю. Здесь просто недалеко аэропорт Ханеда. Один из главных аэропортов Японии. Наряду с Нарято. Прямо, я думаю, чьи-то частные суда. Если посмотреть. И ведет еще какое-то строительство. Вот такая примерно высота у этого моста. Наверное, не очень понятно, но достаточно высоко. Не знаю, сколько здесь точных метров. Здесь можно только пешком подняться. Лифта нет. Вот такое вот интересное место. Еще раз повторяю, что это находится в префектуре Чиба. Показал, насколько смог. К сожалению, я не могу здесь подробно рассказать. Потому что не знаю. Но все равно, надеюсь, что видео было вам интересным. Просто посмотреть, как живут не только в Токио. Также посмотреть на силу, на базу сил самообороны Японии. И сразу, кстати, отвечу на вопрос. Потому что, скорее всего, он будет в комментариях. Потому что он есть очень часто. В Японии нет армии. После конституции новой, которую Япония приняла, после поражения в войне, в 1947 году, новую конституцию, навязанную Америкой. И в ней она отказалась от собственной армии и также от ведения каких-то боевых действий, только защиты. И вот у них есть сила самообороны как раз для защиты. Ну, конечно, их называют просто силы самообороны. Но на самом деле очень мощная армия, если так сказать по-другому. У них там и самолеты, и танки есть, и все что угодно. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До встречи в следующих видео. До свидания.